И снова здравствуйте. Наш следующий эксперт Владимир Беспалов, технический директор Северсталь Industrial Market. Владимир, здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте, коллеги. Приветствую. Да, и я бы хотел задать такой вопрос. Существует соображение о том, что самая безопасная инфраструктура, самый безопасный сервер, самое безопасное приложение – это то, которое закопано глубоко в землю, закрыто на три замка и к которому нет ни у кого доступа. Оно 100% безопасно. И это как будто крайняя степень инфобеза в своем роде. На твой взгляд, как можно найти какой-то баланс между тем, чтобы обеспечить вот эту защищенность и при этом, чтобы ей все-таки можно было пользоваться, например. Да, есть рецепты. Слава Богу. Мы в свое время решали эту задачу, начинали. Какую же нам безопасность построить? Вот есть два типа. Бастионная, когда ничего нельзя, и только печатная машинка. Вот то, что ты говоришь, да, это так. Но мы решили так не делать, потому что динамичный бизнес, надо общаться, надо рассылать почту, надо делать, двигаться иногда. Люди забывают о том, что да, о чем-то. Но надо бизнес делать. Поэтому мы пошли по пути эшелонному. Это раз. И второе, мы поставили цель, что мы будем помогать рядом, такие помощники отслеживать и подсказывать. Поэтому мы и выстроили так систему. Но на самом деле, какая бы система ни была с точки зрения безопасности, там, кибербезопасности, да, какие бы у нас там маршрутизаторы ни стояли, какие бы там системы, всегда человеческий фактор. Вот у нас оттуда начинается наша безопасность. Началась оттуда. Это раз. То есть две задачи решаем. Одну задачу инфраструктурную и человеческий фактор исключить. Поэтому у нас HR наши, это тоже помощники на самом деле, они отбирают тех людей, которые заведомо, заведомо, ну, по характеристикам есть, у нас определенные тестирования там и так далее, да, смотрят. А этот человек вообще в ценности нашего будет общества. Потому что все, ну, общество, я называю наш industrial market, как marketplace. Какая здесь хитрость? То есть если человек никогда, ну, вряд ли предал свою семью, да, если он будет относиться так к своему рабочему месту, к данным и так далее, и так далее, то здесь тоже есть. Мы локализуем, локализуем утечку. Но возвращаясь к технологиям, конечно же, да, мы что сделали здесь? Мы у себя внедрили сразу, так как имеем опыт, вот, XDR-системы. То есть это системы, которые, в принципе, по некоторым, по характеристикам там утечки информации, рассылки информации, мониторинга инфраструктуры, собирают аналитические данные. И что самое главное, есть у нас такой аналитический инструмент на базе искусственного интеллекта, который нам подсказывает. Ну, это сетка дообучается у нас постоянно с инцидентами, потому что инцидентов очень много, вот. Но здесь человек себя чувствует комфортно. Попадая в наш индустриал-маркет, что происходит? Человек, он работает, просто работает, сервис его, естественно, мониторит, есть сок, да, куда это все стекается, и подсвечивает. Если человек что-то пытается нажать или, не дай бог, отправил письмо, заведомо не с той информацией, да, по нашим требованиям, то оно блокируется. И человек попадает потом, ну, на инструктаж, то есть надо довыяснить, а почему человек это так сделал, может, какой-то мотив, может, это случайно, вот. Поэтому у нас вот такая вот история эшелонная. И вторая, она не наказательная, она подсказывающая система. Рекомендательная. Да, рекомендательного характера имеется. Вот поэтому люди не испытывают напряжения, они вот в контакте. Ну, и, соответственно, проводим учебы различные, как там, как у всех, там, чем есть, так далее. Интересно, то есть такой предиктивный подход на уровне людей, на уровне найма людей, предиктивный подход на уровне технологии, то есть... Совершенно правильно. Очень интересно, интересно. Спасибо большое. Это достаточно интересная тема, на самом деле. Мы как раз вот в предыдущем интервью у нас тоже было на тему искусственного интеллекта в сфере инфобеза. И прикольно услышать, что есть, ну, все так или иначе используют эти технологии для того, чтобы обеспечить, собственно, безопасность. У нас и безопасность, и плюс свои процессы, маркетплейса, мы свои создаем точные модели, развивается этот у нас блок. Поэтому мы в этом векторе очень идем. Вот так. Да, Владимир, спасибо большое. И мы на этом уходим на небольшой перерыв. Спасибо.